Привет! А вы знали, что олимпийские спортсмены заказывают киллеров, чтобы устранить конкурентов? А чтобы выиграть медаль мужчине, нужно притвориться женщиной. А может, слышали про марафон, который длится больше полувека? Меня зовут Алан, и вы на канале МыМедиа. Сегодня мы с вами посмотрим, как же с годами менялась организация главных спортивных игр, и какие скандалы, фейлы и забавные истории это все сопровождали. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал МыМедиа и обязательно нажми на этот прекрасный колокольчик. Так тебе точно придет напоминание о новом выпуске. Только представьте себе, какой могла бы быть организация игр более 100 лет назад. А хотя, чего представлять? Расскажем на конкретном примере. Начнем с Олимпийских игр 1904 года. В Сент-Луисе. Ох, как не сладко там пришлось марафонцам. Вы только оцените уровень подготовки. Трасса проходила по пыльной грунтовой дороге через частные поля. Но даже при таких условиях участники бежали очень быстро. Что же их подгоняло, спросите вы? Запах? Победы? Амбиции? Нет, не угадали. Их подгоняли злые собаки, которые эти поля и охраняли. Вот так вот. На одного из участников вообще напала целая стая. И он закончил свой забег, спрятавшись от них на кукурузном поле. Но в этом марафоне на выживание все же был победитель. Американец Фредерик Лорс. Ему ни почем были ни псы, ни земля под ногами. Ну еще бы, ведь трассу он проехал на автомобиле. Оказалось, еще в самом начале гонки у Лорса совсем свело ноги. И его тренер подбросил его до финиша на машине. Отличный тренер. Вернее, за 8 километров до победной ленточки. Но какая разница? Обман раскрыли соперники американца. И у Лорса с позором забрали первое место. Вот такие условия. Одним глазом смотрят за бегущей псиной, другим за хитрым соперником, так сказать. В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме удалось уследить за всеми собаками страны. Чего не скажешь о спортсменах. Да, японский бегун Сидзо Конакури просто потерялся во время марафона. И считался для шведских властей пропавшим без вести более 50 лет. Да, вы не ослышались. Когда же его наконец нашли, оказалось, что в тот день Конакури просто устал бежать. И повернул домой в Японию. Прямо посередине своего забега. Ну или точнее побега. Ничего не сказав об этом никому. Тем более Олимпийскому комитету. Только в 1967 году шведская пресса все же нашла спортсмена. И предложила ему добежать таки до финиша. Так в книгу рекордов Гиннесса попал самый длинный марафон. Получается, что Япония сбежала его 54 года. Кстати, иногда сами страны, которые отправляют своих спортсменов на Олимпиаду, отличаются странной организацией. Например, в 1932 году всех потрясла история бразильской сборной. Денег, чтобы отправить своих спортсменов в США не было. Зато было много кофе. Поэтому до Лос-Анджелеса олимпийцы отплыли на грузовом судне. А вместе с ними и 5000 мешков зерна, которые по пути спортсмены должны были продать. А на вырученные деньги жить в олимпийском городе. Но, к сожалению, эта схема не прокатила. Поэтому многим спортсменам пришлось вернуться на родину. А вот Олимпиада 1936 года в Берлине стала по-настоящему скандальной. Там не заметили, что под видом женщины в прыжках в высоту выступал мужчина. Дора Ратьен сразу вызвала у соперниц какое-то подозрение. Она никогда при них не переодевалась и не принимала душ. Уже после Олимпиады спортсменки добились экспертизы. И открылась перед ними правда. Дора оказалась Генрихом. Но все равно на тех играх Дора заняла только четвертое место. Поэтому никакую медаль возвращать не пришлось. Всем мы знаем, что олимпийский факел – вещь самая непостоянная. То он сам гаснет, то, как говорится, гасит его. Но, пожалуй, самый забавный случай произошел с ним в 1956 году в Австралии. Сложно поверить, но вместо факела там пронесли ножку от стула с горящими трусами. В Сиднее, в здании ратуши, мэр и тысяча зрителей ждали факелоносца Гарри Дилана. Вдруг они увидели парня, бегущего с факелом. Он торжественно передал мэру знамя Олимпиады, а затем поспешил смешаться с толпой. Только через пару минут мэр заметил, что в его руке горящая консервная банка на деревяшке, набитая старыми трусами и щедрая облитая керосином. Да уж, прибежавший с факелом Гарри Дилан уже... Я представляю себе картинку. Да уж, затем прибежавший настоящий Гарри Дилан уже не вызвал в толпе таких восторгов. Если вы думаете, что все страны вбухивают в Олимпиаду много денег, то вы, наверное, не знаете про зимние игры 1980 года в Лейк Плэйсер. Там спортсмены жили в тюремных камерах. Все потому, что Олимпийскую деревню строили для того, чтобы после игр использовать ее как тюрьму. Каменные стены, нары и забор с колючей проволокой. Глядя на это, наш московский мишка плачет. На рубеже 21 века новые технологии заметно улучшили организацию и проведение игр. А вот спортсмены чудить не переставали. Если вы любите криминальные истории, то Олимпиада 1994 года в Норвегии – это как раз для вас. Перед играми американская фигуристка Тоня Хардинга подговорила своего телохранителя сломать ногу своей конкурентке по команде Нэнси Кэрриган. Правда, горе-киллер только ушиб ее ногу, и обе девушки все равно попали в Олимпийскую сборную. Вот такая вот история. Незадолго до игр Олимпийский комитет США все же решил отстранить Тоню. Но та отстояла свое место, пригрозив судебным разбирательством. За скандалом следили все. Запись трансляции короткой программы Тони стала одной из самых популярных телевизионных передач в Америке. Кстати, справедливость восторжествовала. Нэнси взяла серебро, а Тоня заняла только восьмое место. Интересно, а вы когда-нибудь встречали пловца, который не умеет плавать? Сидней в 2000 году встретил. Оказалось, Эрик Мусамбани до этого никогда не видел 100-метрового бассейна. А плавать научился за 9 месяцев до игр. Он вошел в историю, как пловец с самым плохим результатом по заплыву. В общем, судьи были, так сказать, недовольны. А вот кубинский тэквондист Ангел Володя плевал на судей. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году, после поражения в матче, он от обиды ударил судью. Его вертушка в щи стала вирусным и самым скандальным видеоолимпиадой. А что ж последние игры? Неужели там все было идеально? Конечно, нет. Давайте вспомним, как в 2012 году в Лондоне организаторы перепутали флаги КНДР и Южной Кореи. Ну а что? Сделать это очень просто, ведь эти страны такие дружные. Или припомним историю с ужасной преступностью в Рио в 2016 году, когда даже американские пловцы решили попробовать себя в роли городских авторитетов и разгромили заправку. А в 2020 году в Токио претензии к организации игр выразили кони. Тут мы согласны. Ну как можно было поставить статуи такого страшного сумоиста рядом с одним из барьеров? Что ж, я думаю, что все прекрасно понимают, что с технической точки зрения Олимпиада начала 20 века не сравнится с современной организацией игр. Но как мы сегодня увидели, фейлов и скандалов от этого меньше не становится. Что ж, мы благодарим Олимпиаду за забавные и интересные истории. И, конечно, всегда ждем новых, о которых мы обязательно расскажем вам первые. А чтобы не пропустить все самое интересное, нажми на кнопку подписаться. Мне будет безумно приятно за оставленный комментарий внизу. А с вами были Алан и МыМедиа. Оставляйте свои комментарии, пишите. Всего самого хорошего, до свидания, пока.